Всем привет! Вы на канале Мир Людей. Российский актёр театра и кино Пётр Баранчеев – брутальный мужчина с пронзительным взглядом. Звезде удается максимально точно передавать эмоции и характер всех своих героев. Пётр Баранчеев родился 9 июня 1974 года в Московской области. Его родители не имели совершенно никакого отношения к актёрской профессии. Мать трудилась в больнице, да и отец был далёк от театрального мира. В семье даже никто не мог и подумать, что Пётр в будущем станет артистом. Сам парень также не мечтал о том, что в его биографии появятся сцены и кино. После школы Баранчеев поехал в Калужскую область, где в городке Таруса поступил в художественное училище на скульптора. Юноша пробыл там всего несколько месяцев, а потом забрал документы и вернулся домой. В Серпухове Пётр стал учиться в профессиональном техническом училище на курсе мебельщиков-краснодеревщиков. Работу по специальности найти юноше не удалось. И Баранчеев подрабатывал там, где придётся. В конце концов творческая жилка дала о себе знать. Баранчеев уехал в Москву и поступил на режиссёрский факультет Куманитарного института. За три года учёбы студент освоился в столице и узнал, какие из московских педагогов считаются более востребованными. Поэтому, когда знаменитый Олег Ефремов объявил дополнительный набор абитуриентов мужского пола в мастерскую в школе студии МХАТ, Пётр Баранчеев не раздумывал ни секунды. Это решение определило дальнейшую творческую биографию артиста. Пётр бросает режиссёрское направление и переводится к Ефремову. В кино Пётр Баранчеев дебютировал в 2000 году в приключенческой мелодраме «Граница. Таёжный роман». Там Петру досталась роль офицера, которая моментально сформировала основное амплуа актёра – брутальный мужчина в погонах. Во всех самых известных картинах актёр играет или следователя, или военного, или охранника. На счету начинающего артиста стали появляться рейтинговые телефильмы начала 2000-х. «Мур есть мур», «Марш турецкого», «Некст 3», «Аэропорт 2». После получения долгожданного диплома о высшем образовании начинающий артист был принят в труппы театра имени Чехова. После того, как скончался Олег Ефремов, руководителем театра стал Олег Табаков. Однако у Баранчеева не сложились с ним отношения, поэтому уже вскоре он покинул сцену этого театра. Так артист стал участником труппы театра на Малой Бронной. По словам Петра Баранчеева, он с удовольствием играет и в многосерийных проектах, и в обычных фильмах. На сегодняшний день в послужном списке звезды не менее 40 ролей в сериалах и фильмах. Пётр Баранчеев, несмотря на свою актёрскую деятельность, совершенно не любит публичности, а также старается оградить себя, свою жену и детей от повышенного внимания публики. Известно, что жена у Петра Баранчеева всё же есть, и в браке с ней актёр чувствует себя счастливо. В семье воспитывается маленькая наследница, которая на свет появилась в 2012 году. Жена Петра Баранчеева не является актрисой, певицей, ведущей и так далее. Женщина не имеет никакого отношения к миру отечественного шоу-бизнеса. Другие сведения о своей семье артист давать категорически отказывается. Он считает, что подробности личной жизни должны касаться исключительно его самого. Если вам понравилось наше видео, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о новых видео на нашем канале. Всем пока-пока!